Добрый день, дорогие зрители и читатели про Владимира. Сегодня очередное наше интервью, и наш гость – обычный владимирский учитель английского языка, более известный как музыкант, фронтмен группы Рекорд Оркестр Тимофей Копылов. Добрый день, Тимофей. Добрый день. Так копиться всегда начинал, очевидно, невероятно. Но сегодня мы о невероятных вещах говорить не будем, а вполне приземленных и простых, Тимофей. Поэтому сразу первый вопрос. Он, кстати, немного философский. Расскажи, что ты думаешь о владимирских музыкантах, о том, какие у нас группы есть, молодые, и стоит ли нам рассчитывать на какое-то новое поколение звезд музыкантов? Будет ли у нас когда-нибудь второй рекорд Оркестра у Владимира, например? Блин, новое поколение – это мы, это же рекорд Оркестра. Но мы же 20 лет на сцене, в конце концов. Ну и что? Зато мы самые счастливые, на самом деле, музыканты вообще в мире. Потому что нам все время после каждого концерта говорят, чуваки, скоро вы будете рвать стадионы, чуваки, у вас все впереди, блин. И это вот уже продолжается 20 лет. Ну, блин, если честно, я не помню, когда я последний раз был на концертах во Владимире, на владимирских группах. Я так, ну, периодически там в соцсетях отслеживаю, что делают там ребята, вот, те или иные. Мне очень нравится группа «Бам Шейкерс». Ну, к сожалению, они делают сейчас пока там только инструментальные вещи. И мне очень хочется, чтобы они нашли какого-то такого там переживающего человека, поэта, который, ну, на их прекрасную стильную музыку будет, как бы сказать, писать стихи, там, изливать свою боль. Вот. Что? Что? Вот. Ну, то есть, не на кого сходите, Владимир? Ну, не то, что не на кого. Или тебе просто некогда? Ну, просто я как-то, да, вот не успеваю. Реально. Вот. А хочется иногда прям, ну, реально вот прям послушать. Вот. Блин, ну, понимаешь, все время как-то молодыми всегда ну, я считал группу шесть пяток, да, ну, хотя шесть пяток это уже такие динозавры сцены, не молодые, да, совсем. Вот. Ну, Петька, блин, он талантливый поэт, вот, в первую очередь. Вот. Ну, такой, как бы сказать, как бы-то банально не звучал такой тонко чувствующий человек, вот. Хотя, в принципе, такая брутальная там подача и жесткая у музыки, вот. Мне всегда было интересно, как бы, именно слушать то, о чем он поет, а не даже не как поет или как играет группа. Вот. Не знаю, что у него сейчас там творится, там делается или нет, ну, интересно. Все-таки про новые, новые молодые группы. Они вот, смотри, раньше, когда еще ты, возможно, был молодым совсем, совсем. Ты сейчас молод, душой, конечно. Да. И телом, и телом. Тоже спортсмен у нас теперь. Да, я икона фитнеса. Икона, и ладно. Вопрос, какой не фитнес. Смотри, раньше все-таки делали как-то больше для души музыку, мне кажется, а вот сейчас чисто вот те же молодые группы, они просто выступают там с каверами на каких-то там площадках, тупо зарабатывают деньги, и творчества здесь нет, потому что их собственные музыкальные произведения, их собственные песни, там, что-то модное на английском, еще что-то, оно же не нужно никому, вроде хотят просто послушать Нирвану там в чем-то исполнении, все. Ну, нет, смотри, как бы, какая ситуация. Ну, во-первых, как бы рекорд оркестра, до того, как он был рекорд оркестром, он, по сути дела, и был кавер-группой. Ну, это как бы все пряталось за таким стильным названием блюз-бенд, но в общем итоге Блокмейлер занимался тем, что делал кавера на блюзовые, джазовые стандарты там, 20-х, тире, там, 50-х годов. Вот. И это как бы работало, была такая некая, как бы сказать, конъюнктура, то есть, заточенные там под блюзовые там клубы, вот, коих там в стране два, наверное, всего. Ну, на тот момент было там, сейчас, по-моему, один вообще остался там, Биби Кинг, раньше был еще Дом на дороге. Ну, это как бы номер раз история. А что касается... Ну, это такая для нас была хорошая школа, к чему я как бы клоню. Хорошая школа именно сыграться, хорошая школа именно преподносить какой-то, скажем, там, стандартный материал в совершенно новом, как бы сказать, ключе и так далее. Потому, что рекорд оркестр все-таки брал, там, скажем, там, какую-то знаменитую, там, скажем, там, блюзовую вещь, типа, там, с Витхом Чикаго, и делал ее совершенно неузнаваемой. Вот. И это, в принципе, вот на этих вот дрожжах... Все это время рекорд оркестр воровал песни. Нет, он не воровал. Почему? Это были блюзовые стандарты. Это такая политика, политика в блюзовых клубах, что ты исполняешь вот именно, как бы сказать, либо музыку в стиле блюз, либо ты берешь корневые какие-то вещи, вот блюзовые, и уже исполняешь их, как бы, там, по-своему. Вот. В это камеры переросли в итоге. Да, но потом, в принципе, уже, ну, просто стало скучно где-то все делать. Ну, там, грубо говоря, имели там на входе там Хучи-Кучи-Мэн, а потом там Дридану-Данай Кучи-Мэн имели. И это было, как бы, Блэкмейлерс такой. Ну, стало лицом Блэкмейлерс. Потом захотелось, как бы, уже на подобного рода там зарихватку и веселую музыку уже, как бы сказать, накладывать русский понятный текст. Но, блин, такая, скажем так, само строение и сама музыка русского языка, она не всегда ложится на блюзовой, скажем так, гармонии. Поэтому приходилось что-то адаптировать. Вот на латину хорошо ложится, на регги хорошо ложится, на блюз, вот как-то вот, ну, на мое ухо тяжеловато. Так вот, кавер-группа, блин, это, знаешь, как бы, это все хорошо, все это прекрасно для того, чтобы сыграться, для того, чтобы получить, как бы сказать, такой богатый музыкальный вокабуляр, вот, потому что, ну, прежде чем, допустим, человек начинает писать в сам книге, он, как бы, он читает книги, у него какие-то там фразы в голове откладываются. Так же самое абсолютно и в музыке. Потом он эти фразы применяет там в своих, там, каких-то там рассказах, стихах и так далее. Вот, так же ты их применяешь в музыке. Все зависит от твоего вокабуляра. Все это прекрасно. Вот, пока группа, как бы, не начинает выступать, кавер-группа, начинает зарабатывать какие-то деньги, начинает зарабатывать такие, скажем так, ну, я это назову и не побоюсь, такие легкие аплодисменты. Вот, и вроде бы ты себя чувствуешь звездой, и вроде бы ты поешь там уже там чужие песни, и делаешь это классно, и делаешь это иногда даже лучше, чем сам оригинал. Это, кстати, в одном из проектов, в котором мы участвовали тогда еще на главной сцене. Владимир Пресняков, он сказал, что сейчас, говорит, такое количество кавер-групп, которые, говорит, реально круче, чем оригинал, исполняют эти песни, там, попадают в ноты, и там подача такая мощная у них. Вот, но суть не в этом. Ну, я не знаю, вот с чем вот можно сравнить игру в кавер-группе или игру в группе, которая занимается, как бы сказать, авторским материалом. Это, наверное, вот как авторский материал, это как будто самому заниматься сексом, а кавер-группа это как будто ты смотришь на порнуху и получаешь наслаждение, глядя на то, что делают другие. Вроде бы, ну, и там, и там ты кончил, а... Чудесное сравнение Тимофея Копылова. Да. А первый наш гость, который себе позволяет такие вещи рассказать. Не, ну, реально, ну, понимаешь, как бы тут там чуваки парились, там, Металлика, там, допустим, там, Нирвана, или там, я не знаю, кто там, там, Бруно Марс, там, да, он там что-то мучился, там, что-то у него там в жизни происходило, он там писал стихи, он там, у него в голове звучала музыка, там, в результате каких-то там эмоций, там, жизненных. А ты взял, как бы, вот это вот все, вот, ну, и... Да, просто вот воспроизвел, и вроде бы там получил эмоции, там, вместе с ним. Как такой мем такой есть, там, знаешь, там, типа, когда кончил вместе с актером из порнухи. Вот, ну, неважно. А тут, понимаешь, а тут, как бы, твоя личная история. Тут ты сам переживаешь, что-то пишешь, что-то у тебя там в голове рождается. Блин, дальше немаловажная часть. Ты не просто снял вещь один в один, а ты, блин, споришь с гитаристом. Такая гармония, нет другая гармония, такой аккорд. Там барабанщик говорит, нет, я вижу здесь другой ритм, там, третий. То есть, это какая-то ругань, это какие-то конфликты, это какие-то притирки, это, ну, все в разы интересней и в разы собака сложнее, понимаешь? Тимофей, будет ли в Владимире новая крутая группа, которую узнает вся страна? Да, блин, это вопрос везения все, понимаешь? Вопрос везения. А везет только тем людям, которые делают максимальное количество попыток. Не, ну, может быть, кому-то хлопа повезет там с первой песней, блин, а кому-то повезет вот реально там как-то через 20 лет, как нам. А потом ты сидишь и ждешь, когда это везение опять у тебя произойдет. А может, оно и не произойдет, понимаешь? Я реально, я до сих пор не понимаю, как вот это вот... Нет, я понимаю, как песни становятся хитами, вот, и какие для этого задействованы, скажем, там, средства. Вот, но вот пока вот у нас вот эту ситуацию, они как бы не смогли, ну, мы не смогли как бы там победить. Что значит крутая группа, блин? Крутая группа... Крутая группа – это группа, которую ты знаешь по как минимум нескольким или, возможно, десяткам, десятку хитов. Когда ты говоришь ее, все сразу понимают. А когда говоришь рекордоркестр, ну, многие люди, ну, они не понимают, тогда ты говоришь Лада Седан, а говорят, а, да, точно. То есть вы группа одного хита, получается, так? Ну, блин, лучше быть, конечно, группой одного хита, чем группой не одного хита. Вот. Не поспоришь. Потом, смотри, какая ситуация. Ну, как бы, ну, лично у меня, да и, в принципе, и у других там участников группы, есть такое, ну, какой-то, какая-то шизофреническая убежденность в том, что любую песню, которую мы сейчас вот делаем в данный момент на репетиции, а эта песня хит. Вот. И я там про ту Желану Седана я готов сказать. Я говорю, это реально момент везения. Эта песня просто повезло. Просто вот те полгода, что мы эту песню исполняли на концертах, не записав ее, не выложив ее в интернете, не отправив ее на радио, тогда там на конкурс народный продюсер, во время исполнения песни Лада Седан люди уходили из зала курить. Никто не подпевал, никто не плясал, потому что все ждали, когда будет гастарбайтер-буги. Потому, что гастарбайтер-буги уже крутили по радио в рамках опять же того же самого народного продюсера. А Лада Седан никто не знал. И все реально, она не работала. Абсолютно. Потом появилась в медиа. Она потом появилась в медиа, и все... Ого, Лада Седан, ништяк. Теперь ждут ее на концертах. Да, теперь они ее ждут на концертах. Больше, чем гастарбайтер-буги. Но, кстати, ждут еще песни «Самый прекрасный мест». Я вот это чувствую по этим. Но она там в силу ряда причин, она не может крутиться в каких-то там средствах массовой информации. Как раз хотел примерно про это тебя спросить. Когда вот вы писали Лада Седан, то есть какое было ожидание? То есть это просто еще одна песня? Да, это просто очередной хит мы писали. Очередной хит, как, впрочем, и сейчас мы пишем тоже. Очередной хит. Ну, потому что, блин, мне кажется, это глупо писать песню и, как бы, ну, и не думать, что, ну, что вот с этой песней, вернее, и не надеяться на то, что ты с этой песней будешь понят, принят и так далее. То есть ты всегда все равно думаешь, как бы сказать, ну, тебе хочется быть услышанным. Когда ты что-то говоришь, ты говоришь это зачем-то. Ты хочешь, чтобы тебя люди поняли. Чтобы, когда ты шутишь какую-то шутку, ты хочешь, чтобы люди заржали. Понимаешь? Ну, а иначе смысл, ну, что-то говорить там, сотрясать воздух. Так же и со мной с песней. То есть это не пение ради пени, но лично для меня, поскольку я певец. Это пение для того, чтобы человек услышал, чтобы он послушал текст, чтобы у него что-то там в голове зашевелилось, чтобы он поржал, чтобы он что-то там, о чем-то там, может, задумался. Блин, банальные вещи. Ну, вот это вот так вот. Поэтому, ну, с каждой песней я рассчитываю на то, что человек получит какие-то, скажем так, эмоции, который пришел к нам на концерт. Вот. Расскажи, что вы сейчас пишете и когда нам ждать новый альбом? Ой, мы сейчас пишем. И сколько в нем будет хитов? Мы сейчас пишем. Хиты будут все. Их будет штук, наверное, 11-12. Это будут все хиты. Как мы думаем. А вот уж какой песне повезет, а бог ее знает. Ну, реально. Может быть, и ни одной не повезет. Потому что, ну, песню хитом делают ротации. Я до сих пор в это уверен. То, что делают ротации, делают... Сейчас есть еще такой момент. Это интернет. То есть, посев песен в интернет-сообществах, в миллионерах. Вот. Это, в принципе, для нас более-менее понятные вещи. То есть, есть там сообщество. Ты, грубо говоря, платишь за какое-то количество постов этому сообществу. И оно эти посты выкладывает с некой периодичностью. Либо есть какое-то, скажем, семейство сообществ, которое раскидывает вот эти песни по своим. Ну, это как бы вот такая вот работа в интернете. Она довольно-таки понятная. Она прозрачная. То есть, там ты за деньги просто-напросто размещаешь. И, возможно, человеку сегодня эта песня не зашла. А завтра она появилась. У него какое-то определенное эмоциональное состояние. Что-то на работе его отчихвостили. Или какие-то любовные переживания какие-то. И бац, ему песня в этот момент заходит. В принципе, радио по той же схеме работает. Вот, ну, грубо говоря, там, вот песня играет. Она там... У меня вот был там с группой Сплин вот вообще абсолютно такая, как бы сказать, хрестоматийная ситуация. Ну, лично для меня. То есть, ну, не заходило у меня никак. Вообще. Ну, вот просто не заходило никак. Вот. Пока вот в какой-то период там каких-то моих там личных переживаний, это я не знаю, уже там с пятого раза я по радио не услышал песню, там, романс, там, и лампа не горит, и врут календари. И вот тогда она мне вот это зашла. И я тогда начал слушать, что же там... О чем же там поет Саша Васильев, понимаешь? Вот. Это вот радио. То есть, это именно вот в нужный момент она все-таки эта песня, вот она до меня пробилась. Вот это вот радиоротация. Они вот таким образом делают песню хитом. Вот, видимо, Лада Седан кому-то зашла. Ну, когда человеку хотелось какого-то хорошего настроения. Вот она вот зашла. Стоит в Москве на МКАДе пробки просто. Ну, да. Она вот просто вот... Вот просто она зашла, понимаешь? Вот там она первый раз не зашла, второй раз не зашла, третий раз она бац, уже зашла. И как бы, ну, блин, можно там опять же эту притчу в языцах рассказывать там про эффект жопы Макаревича, блин. Вот это он сам рассказывал. Если жопу показывать по телевизору целый месяц, каждый день, потом ей можно устроить тур по стране, она будет год собирать стадионы. Вот. Так же... И это все работает. Ну, в этом ничего нет плохого. Это вполне как бы естественный вариант. Вот. Поэтому, которая песня будет хитом, я бог его знает. Я, в принципе, честно сказать, я за то, чтобы легализовать коррупцию в средствах массовой информации. Вот. И, как бы сказать, ну, допустим, вот там коллектив играет, зарабатывает какие-то там средства. Либо у него есть какие-то там спонсоры, которые ему там, скажем так, помогают финансово. Вызывать рекламный материал джинса. Ну, да, да. Я готов, в принципе, мне только вот скажите, куда там принести, скажем так, деньги, чтобы там вот эту песню просто вот как рекламу просто вот поставили. Мы сейчас закончим с Тимофеем интервью, и он рассчитается с нами. Да. Не вопрос. Вот. Понимаешь, я, в принципе, ну, как бы рекламирую. Любой артист своей песней ротирует на радио, рекламирует свое шоу. Потому, что с радиоротацией ты ничего не зарабатываешь. Абсолютно. Сам. Ты сам готов принести для того, чтобы показать. Типа, вот мы существуем там. Мы там рекорд-оркестры. Мы у группы окна, двери. Не важно. Мы сочиняем вот такие вот песни. Ну, можете представить, что у нас на концертах там веселуха, или там все рыдают. Там у всех катарсис там случается. Или катарсис, не знаю, как правильно. Вот. Платите деньги за наш шоу. Вот мы вот такие. Но для этого ты должен песню сдать когда-то в ротацию. Ну, ты, соответственно, сам уже там выбираешь какое-то радио там, соответствующее, где музыканты там какой-то определенной эмоции, какого-то определенного настроения там кучкуются. Там где-то там попса, где-то там рок-н-ролл, где-то там музыка для тех, кто хочет задуматься, скажем так, о будущем, когда он выйдет из тюрьмы или что-то такое. Ну, то есть, определенные есть такие радио, нишевые. И там ты уже думаешь, ну, куда продаться. Короче, верните коррупцию. Ты вот рассказывал... Всем будет только от этого хорошо. Рассказывал про Макаревича. И я как раз тебя хотел спросить. Вы же участвовали во многих шоу, и сейчас ты там общаешься с Агутиным, с другими звездами, еще что-то. Они тебе рассказывали, как они вообще в первый раз услышали там ту же Ладу Седан, например, или какие-то еще ваши песни? То есть, это же не было как вот на шоу там они... Услышали вашу песню, там нажали кнопку, повернулись, не знаю, в каком это порядке. Не, ну, такого не было, скажем так, что вот они там типа вот, а чувак, вот я, да, я услышал эту песню, когда в пробке стоял там или еще что-то. Ну, это обычно... Ну, последний раз это вот такая реакция какая-то была от Сергея Шнурова. Я ездил на «Голос», там по контракту должен был поработать репортером «Голоса». Ну, там всегда, знаешь, там эти участники прошлого «Голоса» берут у участников нынешнего «Голоса» интервью. А там сейчас на «Голосе» Сергей Шнуров этим работает, наставником. И когда меня в Сергею представили, там типа вот Тимофей, там участник «Голоса», вот там группа рекорд-оркестр, который там сочнил «Ладу Седан», он такой, знаю, «Ладу Седан», очень хорошая песня. Когда он ее услышал, где он ее услышал. Ты селфи сделал, самое главное. А как же, конечно, Инстаграм сам себя не заполнит. Это мне Сергей Мезенцев еще научил, такой видеоблогер, популярный певец, диджей, огурец, Lil Dick и многие-многие. Тимофей недавно был проект существования. Интересное творчество, кстати, неоднозначное. Ну да. Готовы ли вы к таким перформансам? А как мы с Серегой записали несколько песен уже. Я писал стихи, он пишет музыку, песни «Питоновые ботинки». Вообще там ее сделал рекорд-оркестр, а мы с Серегой просто-напросто в социальных сетях что-то переписывались и написали эту песню буквально за два часа какого-то такого мозгового штурма. Серега очень крутой. Он комедиант, он отдает себе в этом отчет. И как бы сказать... Вообще смешное творчество, оно самое сложное. Потому что люди обычно пишут там песни, когда у них какая-то там грусть, тоска, печаль непролазная, беспросветная. А когда людям весело, они обычно как бы ничего не пишут. И поэтому наш весь русский рок, рэп и так далее, процентов, наверное, на 90, это такая грусть и тоска с первого куплета по последней. А веселая музыка – это удел людей с высшим образованием. Ну, так сказать. И с самой иронией. Тимофей, ты работал когда-нибудь по профессии? Ну, учителем немецкого английского? Нет, ну, только на педпрактике. Ну, а как по профессии? Ну, у меня как бы не только педагогическое, а еще и филологическое образование. Ну, как бы переводчиком я работал. Переводчиком я работал для разных там коммерческих компаний, структур. Просто в 90-х были очень, и в начале 2000-х годов, тесные связи между Россией и Германией. И там многим предпринимателям нужны были переводы, как письменные, так и устные сопровождения на всяких переговорах. Вот этим я, в принципе, вплотную занимался. И это не давало там умереть с голоду. Пока там, скажем там, музыка не начала, как бы сказать, хотя бы самоокупаться. И, в принципе, там мои работодатели, они там шли навстречу, понимают, насколько для меня важно это музыкальное, скажем так, увлечение, музыкальные составляющие моей жизни, за что им низкий поклон, и дай бог здоровья, процветания и успехов. Ну, а сейчас как бы с Германией там и со странами Запада и США работы такой, скажем так, большой нет. Ну, и мои знания там иностранных языков, они не так пригождаются, скажем, как это было там в 90-е или там 2000-е годы. Сейчас с языком я практически не работаю. Но я имею в виду с иностранным. Вы гастролируете исключительно по России или у вас все-таки зарубежные туры тоже есть? Или это по окрестным странам имеется в виду? Ну, как? Ну, что по окрестным странам? Ну, Белоруссия или Франция? Где вы бываете с концертами? Не, мы играли и в Финляндии играли, и в Сербии играли. Играли в Молдове. В принципе, это уже такое заграничное государство. Ну, в Молдове там, поскольку там у нас друзья с Добжи-Сдоб. Летом мы были в Молдове, играли на такая там... Ну, Open Air был такой довольно-таки большой. Чисто сольный. Ну, что касается Финляндии, то есть там, где мы участвовали в таком рок-фестивале, но там абсолютно другие песни работают. Не те, которые работают у нас. Люди же не понимают, про что я там пою. Им главное, чтобы движуха была такая. Рок-н-ролл. То есть, содержание песен неважно, важна просто музыка. Да, важна просто какая-то подача. И сама вот эта музыкальная составляющая. Можно там в суфлеже пускать просто перевод песен. Ну, можно, да. Но там, понимаешь, там такие... Как бы в песнях есть все равно. У нас какие-то российские реалии, которые там финскому человеку, они, может быть, будут там не особо-то близки. Это у него в душе резонировать не будет. Поэтому в этом нет какого-то там прикола. Ну, под ладусом, да, он все равно пляшет везде. Там такая музыка залихватская, в принципе, народная музыка. Частично. У меня был вопрос про голос, раз уж мы про него заговорили. Все-таки раз это был сольный проект. Вот предположим, что ты тогда занял второе место, так? Да, да. А если бы ты победил, это ведь была бы какая-то условно некая новая жизнь, там самостоятельная и так далее. Готов бы ты был отказаться от групп? У вас же были какие-то жесткие условия, контракты наверняка и так далее. Нет, все не так. Ну, во-первых, я на голос шел не для того, чтобы показать, что есть артист Копылов Тимофей. И его можно помимо группы заказать в ДК города Вязники или на свадьбу в Махачкалу. И он там споет под МП-3шку, под самоиграйку. Именно цель была показать то, что есть рекорд оркестр. И я, как его представитель, вот там вот выступая, как бы если люди там следили за моим, скажем так, за моим движением в шоу Голлс, они подметили то, что все аранжировки, всех номеров... Все делали сами музыканты. Это делал рекорд оркестр. И Барышев сам на сцену выходил с Highway to Hell. Да, и Алексей Барышев выходил не только на Highway to Hell, он выходил и на Конь мою вороной, на казацкий вот этот вот номер, и выходил на Кукушку. Леди Гагу тоже мы делали, тоже все с рекорд оркестром делали. И сколько песен мы делали, которые просто-напросто не прошли, скажем там, наш сенс. То есть были же еще и другие там песни, которые просто говорят, ну вот не покатило. Понимаешь, мы делали там Human Reginball, ну вот не пошло оно у нас там. Не мне там в первую очередь, не Леониду Николаевичу Агутину не понравилось, как мы это сделали. Ну вот не катит. Было какое-то желание у него, чтобы я эту песню спел, но вот не пошло вот что-то. Но тем не менее мы это на репетиции делали. То есть это реально там рекорд оркестр полгода, скажем так, с наверное июля, конца июля, да, по... Конец декабря занимался только тем, что делал аранжировки номеров именно на сам голос. Даже вот этот «Чай шукари» это в принципе тоже аранжировка рекорд оркестра, которую играл оркестр фонограф. Единственная песня, которую мы делали, именно уже там с музыкантами Леонидом Николаевичем, ну просто мы с рекордом не успевали. Это была песня «Звон» группы «Воскресенье». Просто у нас была всего одна ночь на то, чтобы эту песню, как бы сказать, заточить под меня. Потому что это очень важно именно для номера, чтобы песня была не просто там исполнялась как караоке, а именно была под меня заточена, под мою динамику, под мое видение и какие-то ощущения той лирики, которая там заложена в этой композиции. И как бы поэтому я всегда приглашал, и в группу поддержки именно приглашал группу, чтобы показать, что группа существует, группа есть, группа делает, как бы сказать, аранжировки. Уж поскольку там не получилось там, скажем так, протащить наши песни именно на голос туда. То есть это отдельная вообще история. В принципе, основной целью было, чтобы в эфире прозвучала песня именно рекорд-оркестра авторская. Но это... Ты расскажи, почему не получилось. Это же самое интересное. Ну, тут есть несколько моментов. Я с Леонидом Николаевичем на эту тему разговаривал, и он это чувствовал, и он понимал, что я хочу именно протащить свою песню. Вот. Он мне позвонил, сказал, он говорит, я, говорит, отслушал абсолютно все. Вот. И все, что есть там в Ютубе, все, что есть в социальных сетях, все, что я ему скидывал. Он говорит, чувак, ты, говорит, ну, типа со своей группой написали некоторое количество реально шлягеров и хитов. Вот. Но эти хиты немного не для эфира. Им не повезло. Да. Они немного не для эфира вот этого вот шоу. Вот. Скажем так. А те песни, которые можно было бы крутить в эфире, ну, скажем так, есть сомнения, что, скажем так, люди будут за эти песни голосовать. Потому, что самое главное в этом конкурсе это не просто как бы там проходить из этапа в этап, а именно то, что люди смотрят, голосуют за тебя, как за артиста, отсылают смс-ки. Вот. И это все происходит реально честно. Прямо реально честно. Вот этих вот графиков. Ну, насколько я общался с людьми, скажем так, внутри шоу, они вот видят, они следят за этими графиками. Там действительно поступают смс-ки. И вот как бы там они останавливаются, когда Дима Нагиев говорит, все, стоп, голосование окончено. Оно действительно окончено. И у нас там тогда был такой момент с Брэндон Стоуном. У нас там было то я, то он, то я, то он. Там реально в один процент вот так вот все колебалось. Просто вот когда Нагиев стоп сказал, там перекос какой-то там в три процента был там в пользу Брэндона. Вот. Как бы вот такая тема. Вот. И это первый момент. Вот. То, что если мы, скажем так, ну, такую... Ну, блин, у каждой группы есть какие-то там, ну, так называемые проходниковые композиции. Ну, народ так считает, что эти вот композиции, они вот так вот проходные. То есть, с первого раза, скажем так, человек в них ну, не вкурит. Не будет там под них колбаситься, там рыдать, там, или что-то такое. Вот. Может быть, их надо там несколько раз прослушать. А здесь нужна прям песня, которая стопудово заедет сразу же в голову. Понимаешь? Потому что она крутится один раз. И после нее человек там голосует. Вот. Поэтому была такая вот боязнь, скажем так, видимо... Верение даже не боязнь, скажем так, неправильное слово, некорректное, скажем так, осторожность. И у канала, и у наставника, скажем так, поставить ту песню, за которую зритель голосовать не будет. Вы сыграли в итоге только Лада Сюдан из своих? Это было только на главной сцене. На голосе мы вообще не играли авторские песни. А если бы у тебя был выбор вот одну песню поставить, но не Лада Сюдан, какую бы ты поставил сам? Ну, мы даже уже хотели поставить песню во мрак. Только ты и никто кроме От тебя мне не откреститься Мы с тобой у одной крови Северная столица Я канал остального блеска Кромками льда растворяюсь И нет музыки слаще треска С которым тебя влюбляю На голосе. Ну, в итоге... И даже обсуждали это с Леонидом Николаевичем. Вот. Но... Ну, понимаешь, эта песня очень такая, скажем так, тяжелая. Ну, и как бы суть из названия, она мрачная. А это пятница вечер, и людям хочется отдохнуть. И хочется каких-то положительных каких-то эмоций. Вот. И поэтому мы как бы все-таки эту песню в итоге мы ее не поставили. Ну, хотя мне очень сильно хотелось на тот момент именно вот с этой песней прозвучать. Плюс она вокальная. Там есть что-то попеть. Есть куда забраться там. Ну, то есть она бы, ну, в принципе, прозвучала. Ну, ввиду своей вот какой-то вот мрачниковости, она вот не покатила именно в эфире развлекательного шоу. Ну, вот. И есть еще другой момент. Если звучит неизвестная песня в эфире, не хит, есть такая большая опасность, что... А это федеральный канал. И как хотим мы этого, не хотим, это мейнстрим. И слушает, смотрит программу «Голос» в основном, ну, скажем так, не искушенный меломан, а слушает такая широкая обывательская масса. В том числе и меломаны. Но в основном широкая обывательская масса. И если они услышат неизвестную песню, не факт, что она им зайдет, есть такая опасность, что человек просто-напросто скажет, что за тягомотина, я просто переключу канал и включу там НТВ, будут смотреть сериал «Огненная братва» или «Захват братвы». Или там, я не знаю... Криминальный бандитский сериал. Ну, да, такие сериалы для охранников, короче. Хотя на НТВ выходит самая классная передача в мире, где-то в «Квартирнику Маргульса». Где нас можно будет посмотреть на новогоднем огоньке. Так что я прогнулся под НТВ. Понимаешь? И поэтому, как бы, вот, в силу вот этих причин, песни рекорд-оркестра, к сожалению, как бы, не прозвучали. Это было бы очень круто для рекорд-оркестра. То есть, мы бы показали себя, показали бы свою еще какую-то... Еще одну песню. Вот. Но это было не круто для шоу. Понимаешь? Поэтому вот наших песен там не было. Увы. Не знаю. Ну, это, опять же, камень, опять же, в наш огород. Значит, нужно писать больше веселых и вокальных песен. Мы сейчас пишем в альбом, будем верить, надеяться. Когда, кстати, дата релиза какая-то? Да дата релиза как таковой нет, блин, там, это... В следующем году? Через год? Мне хотелось еще в декабре, конечно, это все выпустить. Вот. Но, как бы, опять же, понимаешь, хочется выпустить это все не просто там сам из датом. Там налепить болванок и продавать их на концерте. Типа... А покупают, кстати, вот я... Покупают, да. Покупают и заказывают. Покупают в интернете, да, и покупают с автографами. Ну, это, как бы, компакт-диск, это такой, ну, это сувенир. И вот ты слушаешь, себе вопрос, чтобы он был. Ну, да, вот просто он был, я вот был на этом концерте, вот автограф там, то есть, ну, я могу послушать. То есть, компакт-диск, это вот я, допустим, приехал куда-то там, на какой-то там тусень, там, не знаю, там, в Москве или где-то там, или фестиваль какой-то. Это такой подарок. То есть, ты можешь подарить там людям, этим, артистам старшим по званию, там, типа, возможно, они что-то услышат, возможно, они что-то там начнут судачить, начнут что-то там рассказывать, там, я не знаю, там, радиоканалам и так далее, там, этим программным директорам, там, или еще что-то. Ну, то есть, как бы, это вот такая вот, ну, некая такая визитная карточка. Хуже не будет вообще. Да, хуже не будет. То есть, это надо выпускать в любом случае, вот, как компакт-диски. Во-вторых, как бы, хочется, как бы, победить тему с лейблами, вот, и выпустить диск на лейбле. Чем занимается лейбл? Лейбл занимается не только тем, что выпускает вот эти вот компакт-диски, полиграфии и так далее, вот это вот, ну, как бы такое. Он занимается тем, что продает твою музыку на интернет-площадках, вот, и, как бы, зарабатывает с того, что музыка крутится, там, на Ютубе, зарабатывает на то, что крутится, там, ВКонтакте и так далее, и так далее, на всякие, там, продается на Гугл Плей, там, Айтюнс и так далее. И вот имеет от этого какой-то там определенный, естественно, конечно, процент, и какой-то процент имеет группа. Вот, хочется, как бы, вот это вот, ну, заниматься не таким, там, просто обезьянем, скажем так, шоу-бизнесом, а поставить это более на такие, ну, на более серьезные какие-то такие рельсы. Вот. То есть, у вас сейчас нет в Apple Music и в Google Music? Ну, нет, там что-то есть, вот. В Яндексе тоже наверняка есть. В Яндексе есть, есть песни в любом случае, которые там выходили в кинофильмах, то есть, там, Илада Седана, Каникул Президента, и там, они, по-моему, эти песни есть, поскольку, поскольку, потому что оригинальные саундтреки, ну, сами кемокомпании, они их выкладывают. Вот, есть, значит, мини, скажем, там, альбом, который мы записали, этот Гастарбайтер Буги, вот он, ой, не Гастарбайтер, Лизгин Балкан. Лизгин Балкан, 2015 год. Лизгин Балкан, да. Тогда у нас продюсером группы был Андрей Сера, но он тогда вот этим плотно занимался. И с Тимати вот еще Баклажан и все эти. Ну, да, но это как бы мы вообще отношения как бы юридически к этой песне не имеем, потому что группа просто продала там право на использование части треков его песни. Вот, и право на конечный вот этот вот трек под названием там Тимати, фит-рекорд оркестр, Баклажан. Вот, рекорд оркестр на эти права, на эту песню никаких прав не имеет. Вот, и слава богу. Расскажи, мы сейчас будем заканчивать, расскажи напоследок вот как раз эту историю про Тимати. Я так понимаю, там были как-то многоступенчатые какие-то переговоры с этой песней. Ну, они были не то, что, скажем, многоступенчатые, а это, опять же, тоже такой момент случайности абсолютно. То есть, да, там песня ротировалась на радио, да, там был снят там, благодаря там Славе Благодарскому и Андрею Серану был снят видеоклип там с девчонками из комедии. Вот, песня попала там в, ну, не в ротацию, но просто там несколько раз она крутилась на Муз-ТВ, я не знаю, где там Тимур Ильдарович там услышал песню Лада Седан в нашем исполнении, ну, как вот, я понял, видимо, где-то именно вот именно с Муз-ТВ где-то он ее услышал в виде вот этот видеоклип. И Андрей Серан, когда, ну, в ту бытность он был, как бы, продюсером рекорд-оркестра, на какой-то просто абсолютно не связанный с музыкой тусовке познакомился с юристом компании Black Star. Ну, слово за слово, там, я вот группой сейчас занимаюсь, там, типа, рекорд-оркестра, и вот этот вот юрист, там, Саша, она, короче, говорит, типа, ну, а мы, говорит, типа, хотели группе рекорд-оркестра, типа, писать тут письмо на тему вот такой вот коллаборации, потому что там у Тимура там родилась какая-то вот история, типа, связанная вот с песней, там, Лада Седан, баклажан. Ну, и, в общем-то, слово за слово, я, честно сказать, никого из звезд Black Star никогда вживую не видел, ни с кем не общался, вот, все это общение было такое на уровне юристов, вот, поначалу было, как бы, предложение такое, ну, мы послали, как бы, свой, там, договор им, он их не устроил, они прислали свой типовой договор, где, там, оговорится, там, энной суммы, как бы, денег, и что права на исходную песню и на конечную песню отходят компании Black Star, что песня будет называться Тимоти, Лада Седан, все. Слушай, что сама исходная песня, в смысле, сама ваша наша песня, да, она станет их, на что мы, как бы, ну, покрутили рукой виска и думаем, блин, ребят, ну, тут что-то, видимо, какая-то ошибка, ну, нас вот этот момент, это, как бы, не устраивает, но им скидываем наш договор, где, там, описывается, там, ну, как бы, и финансовые условия, и описывается именно то, что обязательно должно быть упоминание Fit Record Orchester, вот, и что композиция будет называться как угодно, только не Лада Седан, потому что Лада Седан уже была зарегистрирована в РАО, как, ну, как музыкальное произведение, вот, именно наше произведение, вот, на что там был, пришел очень довольно-таки такой неприятный, такой жесткий ответ, во-первых, там, типа, вы, там, провинциальные мудаки, вы, вам такой шанс выпал, а вы, типа, его хотите просрать, вот, типа, да все и так знают, что, типа, Лада Седан – это ваша песня, чего там, типа, того, что у вас за комплексы такие, вот, а на тот момент, там, по-моему, подписчиков ВКонтакте в Record Orchester было что-то порядка двух с половиной тысяч человек, вот, а у Тимати было там что-то 150, что ли, тысячи, а может быть, полтора миллиона, ну, что-то какая-то несоизмеримая. Наверное, миллиона, да. Ставит фит только с артистами своего полета. Григорий Лепс и Снуп Дог. Снуп Дог в шоке был бы. Такие, блядь, ну, на нет и суда нет нас, как бы, ну, пардон. То есть, я до этого не следил за тем, чем занимается вообще Тимати и так далее. Для меня это как бы рэп, или что там, это хип-хоп. Это музыка, которую я, в общем-то, не слушаю. Из хип-хопа, и вот из такого, ну, вот из этой музыки я, ну, слушаю там Кровосток, Нагана я могу послушать, там, еще что-то. Витя Ака мне нравился, ну, там, ржачный, как бы, я там периодически там слушаю. Но как бы, что делает Тимати, я абсолютно не слышал. Ну, тем более на тот момент, это уже, из этой песни мы выжили абсолютно все. То есть, ну, что наш вот административный там пиар-ресурс мог выжить, которого у нас не было вообще, в принципе, в группе, вот, она уже крутилась там два года по радио, мы уже ее перестали на концертах играть, радио я ее перестал крутить на тот момент. Вот, там, да, был снят видеоклип, который, в принципе, ну, как бы, никуда не пошел, просто вот он был. Был бы он снят там в 2013 году, была бы другая история, а он был снят в 2015 году. Ну, денег не было просто на съемки на это, вот, не продюсерство, ничего. Вот. И как бы, ну, окей, как бы, ну, там, все люди братья, музыканты братья, там, хочет человек коллаборации, там, такой, ну, пожалуйста, пускай он ей занимается, ну, пускай он ей занимается только, ну, с упоминанием того, что, ну, ну, это рекорд оркестр, ну, нам этого бы, как бы, ну, это нормально, этого бы хотелось. Вот. Ну, тут вот такая вот, там, типа, вы мудаки, там, типа, вот наш уровень, вот ваш уровень, такие, мы такие. Ну, в общем, про это дело, про все забыли, вот, типа, ну, не хочется вам, не надо. То есть, обратился бы, грубо говоря, к нам Баста, мы бы с Бастой стали обращаться. Обратился бы к нам, я не знаю, там, группа, там, блин, там, руки вверх, это была бы там группа руки вверх, там, мы бы с ними сделали эту коллаборацию, то есть, ну вот обратился к Тимоте, окей, хорошо. В итоге это чем закончилось? В итоге закончилось тем, что мы просто не общались, то есть мы просто забили на эту идею, там прошло месяца два, и мы просто через два месяца получили подписанный ими договор наш, ну наш. Первоначальный ваш вариант. Наш вариант, да, договора. И, то есть, понимаешь, уже в принципе какого-то такового уже желания, скажем так, горячего не было, там все это дело выпускать, как в том еврейском анекдоте, типа, о Крабиновичем мы не пойдем, осадочек все равно остался, вот. Но с другой стороны, как бы, ну, блин, там пацан сказал, пацан сделал, ну, мы свои условия выдвинули, ребята их уже выполнили. Ну, мы, как бы, тоже подписали этот договор, и там два дня не прошло, как уже там Тимоти исполнял эту песню где-то там, по-моему, в Краснодаре, там, на стадионе, ну, каком-то там, из южных городов. Вот. И это видео уже, как бы, оно там начало расходиться в интернете. Ну, а, кстати, тоже очень так странно было, то есть, на нем выложили этот видос, кто-то там снимает, типа, там, им предъявить, как бы, ничего нельзя, вот, а они, кто-то снимает это, значит, то ли из-за кулис, то ли где-то там, из ближних рядов, там, на стадионе. И этот видос назывался Тимоти, Лада Сидан. Все, там, ни про рекордный оркестр, ни при чем нет. Но опубликовал кто это. Опубликовал это сообщество Новый Рэп, там, в котором тоже там миллионы, короче, подписчиков. Вот. И оно... И вот это стало к калейдоскопической скорости, короче, просто распространяться по интернету. Вот. Ну, мы такие понимаем, что, типа, ну, да, тема идет такая уже мимо нас, но предъявить некому. Потом смотрим, не прошло где-то, мы это мониторили, всю эту историю, вот. Не проходит где-то там, я не знаю, там полдня, и вот репост с этого нового рэпа делается в официальных сетях ресурсах у Тимоти, то есть в Блэкстар. Мы им звоним, ребят, так и так, либо, ну, вы исправляете, пишите там фит-рекорд оркестра, либо что. А мы лучше снимем. Понимаешь? То есть, ну, грубо говоря, компания не хочет, грубо говоря, там раскручивать вот эти вот там два слова «рекорд оркестр». То есть, они это просто сняли, потом появился у них видеоклип там спустя там две недели, и они это уже тогда выложили все, ну, как бы сказать, все согласно договору. Вот. Что вот рекорд оркестр, там, вот песня «Баклажан» и так далее. Вот. Не, ну, мы прекрасно понимали, что да, там у песни появился там какой-то там волшебный пендаль, там произошел благодаря вот этому вот ресурсу компании «Блэкстар», ну, с которым у нас нет никакого контракта, но тем не менее, когда мы пошли на телепроект, там, главная сцена, а нас уже знали, что мы являемся там соавторами или там авторами там песни «Лада Седан», и к нам уже было какое-то вот такое, ну, более там лояльное отношение, там, не как ко всем остальным, скажем, там, участникам шоу. Ну, это чувствовалось, вот, я, ну, не могу, ну, говоря честно, это не признать. Вот. Это было, ну, это был на тот момент вот такой, как бы, хит. Вот. И, ну, это, скажем так, в мейнстрим-кругах, то есть, группа стала заметной. Вот. И мы понимали, что это будет вот такой вот, скажем так, такой приятный побочный эффект. Был и неприятный, как бы, побочный эффект, то, что, скажем там, рок-сообщество, там, вокруг, да, около нашего радио, там, скажем так, вот, и там каких-то рок-фестивалей, оно тоже узнало о группе «Рекорд оркестра», оно, ну, не знало про «Рекорд оркестра», там, так широко. Но вы же выступали до этого на «Нашествии». Ну, мы выступали на «Нашествии», там, до этого, но тогда был там программный директор другой, команда была другая, там, на этом нашем радио, абсолютно другая. Команда эта вот поменялась на тот момент, когда вот именно вот эта коллаборация с Тимати произошла, вот, и там уже про нас уже никто не знал. И узнали про «Рекорд оркестра», и в рок-среде там вообще широкое количество людей узнали, как о каком-то сайт-проекте, типа «Блэк Стар», понимаешь? И когда мы прислали заявку, там, на фестиваль «Доброфест», ну, как бы я сам лично не вел переговоры, но вот наш агент, который вел переговоры, он мне передал вот такую вот, ну, как бы информацию, типа «Доброфест», «Чуваки, ну, у нас как бы рок-фестиваль, а вы тут со своим R&B куда вообще? Ну, давайте, типа, попробуем, конечно, там, ну, там долгие были переговоры, там, то есть, был там отказы-отказы, ну, давайте попробуем как-то вот вторую сцену хотя бы, приезжаем на «Доброфест», значит, там, значит, основная сцена, там, тысячи людей, там, перед ней стоят, там, все, там, движуха такая, вот, подъезжаем ко второй сцене, там десятки человек стоят, играют там. И сцена маленькая. Сцена маленькая, да, играет группа Slime, поет такую, мы потом эту песню пели, реально, и до сих пор ее поем в тур-автобусе, песня, как сейчас помню, называлась «Егор блевал, дворник ел», вот, и, короче, все колбасится там по нее. Достойные ребята. Да, нет, нормально, кстати, очень круто, мне понравилось все, печем все по чесноку, там, «Егор блевал, дворник ел», очень круто. И после них, короче, мы выступаем мы, вот, после этой команды, вот, и, как бы, блин, ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, но мы оттянули реально порядка, там, тысячи, а, может, полутора тысяч человек с главной сцены, тогда к второй сцене пришел, ну, как бы, был очень такой большой приток народа. Спасибо группе «Деслайм» за прекрасный разогрев. Йоу! Между твоих ног, все мои мечты, между твоих ног, роца и кусты, разбеденные листы, назад и на стол, женщина, о-о-о-о, между твоих ног, между твоих ног. И, ну, у ребят появилось какое-то мнение, там, типа, «А, чуваки, а где же рэпчик-то, блин?» Ну, как бы, бац, тут, как бы, потом мы начали работать. Ну, я надеюсь, ребят не обидится, там, с Доброфеста, если они смотрят, я просто рассказываю вот свои ощущения, как вот это было, потому что мы уже потом не единожды выступали на Доброфесте, и все было в рыбках хорошо, все было прекрасно. Но, я говорю, вот СМИ, понимаешь, оно, как бы, оно и такие вот, скажем так, сообщества миллионера, хотя их тоже, в принципе, можно причислить к СМИ, вот, они делают, как бы, свое дело, они, как бы, формируют вот твое лицо, порой не совсем таким, какое оно есть на самом деле. И в какие-то, скажем так, клубы нам до сих пор вот это вот, скажем так, послевкусие Blackstar, там, Тимати, хотя, наверное, мне кажется, они уже сами забыли, что у них есть такая песня «Лада Седан», вот, оно до сих пор не дает в какие-то клубы там нам пробиться. Типа, чуваки, у нас здесь там флаг конфедерации висит, а вы тут какой-то тут, Лиз Гина, Лада Седан, там, все такое, ну, что вы, нет. Хорошо, на этой то ли грустной, то ли веселой ноте мы закончим наше интервью с известным R&B-исполнителем Тимофеем Копыловым. Спасибо, Тимофей. Да, играй гармонь, короче. Всего доброго, счастливо, пока. Пока.